Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Цифровой МС-42. Чтобы не оплодить большое количество роликов, сегодня, по взятой уже традиции, сначала покажу всякие новости. Прибыл телевик ТАИР-3 с буквой А, то есть подсменный хвост. Довольно-таки печальное у него состояние, косметика не очень, механика требует разборки-переборки, а одна из линз, вроде как самая задняя, вообще имеет повреждения. Так вот, это я всё к чему. Данный образец у меня на запчасти. А именно, сказать, в качестве донора геликоина. Ход фокусировки здесь огромный, просто-напросто. И на базе такого корпуса можно сделать что-то прям вот таки совсем люто-макро. Но какой линзоблок сюда поставить такой, чтобы он отвечал таким возможностям механики, и тем более, чтобы он ещё и по размерам сюда прошёл, я пока не знаю. Однако, в любом случае можно будет заснять кратенько, кратенько, как это дело разбирается, и как оно выглядит немножечко внутри. В ближайшее время, я надеюсь, вернуться к вот этому долгострою. Как видите, это РОС-1091А, и у него есть кое-что необычное. Это необычное состоит в наличии диафрагмы. Диафрагма здесь от Индустара 23. Конечно, часть работ по вставке, по сборке уже как бы выполнена, но это не помешает мне провести некоторый обзор конструкции. Сами линзы, кстати говоря, здесь формальные, то есть имеют повреждения и всё такое, и нужны, по сути, только для того, чтобы прикинуть, примерить, а потом поставить нормальную оптику, и уже, значит, иметь хороший работающий объектив. Распакуем коробочку. Прозрачный скотч здесь под синим почтовым. Вот синий почтовый задирается обычным слоем ниже. Фотокамера зоркий. Просто зоркий. Не так, чтобы прям вот мне был необходим этот сам аппарат, ну, раз пришёл, пусть будет в коллекции. Щёлкает, кстати. Подробнее осмотрю позже. Интерес, как вы могли догадаться, для меня представлял в данном случае фотообъектив, который здесь стоял. По очертаниям наверняка... По очертаниям наверняка... знающие люди уже определили, что это РО-2-2М. Серийный номер 1688, КМЗ. Диафрагма у нас работает. Хотя промыть его не помешает, конечно. Соринки внутри есть, но в пределах приемлемого и значительную часть из них мы уберём. Поскольку они в основном в пространстве, где диафрагма. То есть, лензоблоки вытаскиваем передний, задний. И вот эти поверхности, которые внутри, можно будет и почистить. В других местах я как-то, наверное, не сильно вижу сколько-то важных загрязнений. Значит, такой вот вид имеет объектив сейчас. Здесь уже некий советский умелец сделал подобие переходника. Опрятненько, кстати, это выглядит. Если не считать удлинительных колец, вот эта часть мне прямо нравится. Всё очень ровно и хорошо. Кольца, наверное... О! Откручиваются. Отлично. То есть, даже вот так всё это оформлено. Здесь нарезали резьбу. И вот, пожалуйста, переходником 39. Но... В таком виде меня РОС-2-2М не устраивает совершенно, поскольку, как видите, при фокусировке он разбирается на две части. Буду сажать в Гелиос. Ну, а если буду совсем в каком-то дурном настроении, то, повторю, вариант на базе Юпитер-21М. Ну, это, наверное, вряд ли. Больше технологий БОБУ-технологий. Это дюралюминиевое колечко, внутри заполненное составом эпоксилин-ДУО. В качестве эксперимента взял гестировочное кольцо побольше, взял немножечко этого состава, смешал и забил в объём колечко. Это дело у меня полежало дня три, наверное, может быть, два с половиной. После чего в токарный стаканок, в токарный патрон выровнял и заполировал, зашлифовал. Это я к чему? Ну, спустя обозначенное время материал вполне себе хорошо режется, не скалывается, даёт очень чистую поверхность даже при чистой резцовой обработке, не плавится на высоких оборотах и в целом выглядит очень приятно на ощупь. Это я всё к чему. Конечно, время затратная вещь, но мне кажется, появился некий способ делать некоторые детали. Вот, я посмотрю, как эта вещь поведёт себя в дальнейшем. Возможно, сделаю какой-то ещё один эксперимент, где можно будет посмотреть, обрабатывая мость чисто данного состава, сверляемость, нарезаемость резьбы и всякое в таком духе, чтобы больше информации получить и лучше изучить возможности данной технологии. Кроме того, в планах проверить такой вариант, как добавление колеров. Опять же, вот в этот пластилин есть в наличии только синий, но мне кажется, для эксперимента вполне подойдёт. Итак, немец, сонар 135 мм, мультипросветлённый, от мануфактуры CESA, со встроенной блендой. Если я не ошибаюсь, но объектив такого вида не так давно попадал ко мне на переделку в Nikon. В Nikon переделывается. Данный же экземпляр переделывать в Nikon задачи нет. Вопрос в диафрагме. Лепестки тормозятся на некотором промежуточном значении, что-то около 8, и дальше не идут. По внешним признакам я усматриваю вот эти вот тёмные участки, узкие, как следы масла, которые, собственно говоря, являются причиной. Будем разбирать, промывать. Собственно говоря, разборкой такого объектива я не занимался в полном виде, только в части Nikonizaceae. Судя по всему, предстоит извлечь все линзы, а дальше действовать по обстоятельствам. Мой любимый метод. Но, как ни странно, вполне рабочий. Из того, что имеет отношение к разборке, впереди видно гайку с двумя шлицами. Задача посмотреть, что именно она держит. Данная гайка проходит буквально пару оборотов наружу и останавливается. Судя по всему, нужно отворачивать шильдик. Титульное кольцо, то есть, элемент с надписями, не имеет каких-либо зацепов. Для того, чтобы его вывернуть, можно было бы использовать народный метод с подбором некоего пузырька, желательно пластикового. Донышко обматывается изолентой. Вот, пожалуйста, усилен. Можно провернуть. Такой импровизированный съемник. В данном случае, та гайка, которую я сейчас пробовал вращать, она подобный метод реализовать не даст. Изготовил подобную детальку. Условно, съемник. Ложится внутрь и можно крутить. Конечно, не в таком виде. Но, если оклеить колечко изолентой, чтобы, во-первых, и сцепление улучшить и не поцарапать, то, мне кажется, может сработать. Полосатый колорадский съемник. Значит, как это оклеено ровно и аккуратно. Короткими кусочками. Сначала вот таким образом. И пара оборотов, чтобы все это дело закрепить. Самый важный нюанс. Один виток по рабочей части в натяг, чтобы краешек завернулся липкой стороной наружу. Чтобы наверняка. пробуем крутить. Титанических усилий даже не потребовалось. И сразу может вынуться это дело. Но сразу и для себя тоже отмечу небольшой нюанс. Изолента дает немножко прироста по диаметру. Так что съемник делать аккурат по размерам снимаемого кольца не стоит. Лучше взять запас миллиметр от края. Так будет надежнее всего. Ну и миллиметр от внутреннего края, если есть некие выступающие гайки. Вроде этой. Съемничек пригодится в дальнейшем. Передняя часть оптики, передний линзоблок в сборе у нас выкручивается по резьбе. Вращатель надлежит за крайние шлицы. Внутренними отворачиваем гайку и переднюю линзу непосредственно. В таком ракурсе версия о масле выглядит еще более явной. Снятые элементы оптики убираем в новые зип-пакеты. Механизм диафрагмы у нас прижимается гайкой. Вот ее шлиц, с другой стороны второй. Полная разборка до лепестков. Но мне бы не хотелось такого производить. Однако есть вероятность, что эта гайка удерживает весь механизм диафрагмы в сборе. Разберу заднюю часть корпуса, посмотрим. объективы одного типа, объективы родственные, например, сделанные один на базе другого и так далее. Они устроены довольно-таки похожим образом и многие элементы повторяются. поэтому, если у нас есть сейчас сонар 135 мм, есть какой-нибудь тесар подобного же, например, внешнего оформления, выпуска примерно тех же лет, можно предполагать, что он разбирается примерно так же и имеет примерно ту же конструкцию. Хотя, возможно, конечно, и исключения. непосредственно под переключателем АМ это кольцо у нас пластиковое, гибкое, и есть коварный маленький шарик с маленькой же пружинкой. Их вынимаем и убираем, чтобы не потерялись. А вот этот механизм это ещё похлеще, чем в меере, который я не смог пересадить. Прям такая присказка меер, который я не смог пересадить. Показываю. Вот у нас колечко установки диафрагмы. Вот, допустим, срабатывает прыгалка. Видно, да? Это металлическая оплётка, рубашка, а это трофик. То есть, такой вот интересный механизм. Тросовый привод диафрагмы. Как вам? Я бы такого не придумал, даже, не знаю, в каком-то бреду. Немцы прямо постарались в этом плане. Они меня в очередной раз удивили. тубус с задней линзой выкручивается. Его тоже сразу убираем в зип-пакет. Так сказать, зип-архивируем. Конечно, нет гарантии, что эти пакеты стерильны, но, тем не менее, шансов на то, что мне придётся потом что-то чистить, как-то побольше, чем если всё сложить просто в шкаф или на рабочем столе оставить. Да. Вообще, конечно, система интересная. Значит, показывавшаяся ранее гайка над механизмом диафрагмы скорее всего держит не весь блок в сборе. есть у меня почему-то такое подозрение. Поэтому я не хотел бы рисковать её откручивать. Велики шансы на то, что потом можно просто-напросто не собрать всю эту тонкую механику. что будем делать? Кисточка, некоторое минимальное количество очистителя и плавными движениями постепенно промывать лепестки. Так, чтобы у нас жидкость была очищающая не в избытке и не затекала куда только нельзя. Конечно, это скорее всего неправильно и это согласен неправильно и наверняка среди зрителей есть эксперты которые с закрытыми глазами перебирают всю эту тросовую систему. Но я пока не настолько много перекрутил цейсов чтобы так сказать сделать всё совсем-совсем по фаншую. Будет свой такой же объектив на запчасти я, конечно, его поразбираю изучу чтобы в следующий раз сделать подобную работу более качественно. Пока главный результат. Значит, на настоящий момент данный сонар выглядит следующим образом. На лепестках остатки того, что их тормозило механизм мне кажется слишком переусложнённым. Обилие пружин по меньшей мере три штуки. Непонятный тросик. Кстати, тросик регулируемый. Лишние сочленения и так далее. Всё это не очень хорошо. И мне кажется, если раз собрали немцы, пусть так и будет. В целом, принципиально задача выполнена. Лепестки открываются и закрываются на полную. Переключалка AM тоже работает, но, опять же, на цифровых тушках в ней вообще никакого смысла. Я бы лично вообще заблокировал только на ручник. На этой положительной ноте я материал сегодня завершаю. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok